Дом-туфелька, дом-морковка – целый коттеджный посёлок, в котором живёт Череповечка и её друзья. Полёт фантазии юных художников никто не ограничивал. Некоторые работы были выполнены целыми группами дошколят. Присылали на конкурс не только рисунки, но и аппликации, даже макеты. А кто-то запечатлил весь процесс создания домика для весёлого неофициального символа Череповца на видео. Партнёром конкурса «Дом для Череповечки» выступило и Управление образования города. Специалисты учреждения отметили, что практически все детские сады приняли в нём активное участие. Очень важно, что именно поддержка творческого потенциала детей дошкольного возраста происходит в рамках этого конкурса. Это способствует развитию талантов и индивидуальности малышей. И ценно то, что это возможность, наверное, для любой семьи организовать очень интересный и полезный досуг. Хочется отметить, что в конкурсе принимали участие самые маленькие череповчане, которым нет ещё и двух лет. Но и они вложили свою лепту, оставили следы своих пальчиков и ладошек на рисунке. Мы завершаем приём работ и 22 числа стартует этап голосования. Это очень серьёзная работа предстоит, потому что выбор лидера в той или иной возрастной категории – это очень большая работа. И выбрать самый лучший рисунок самого лучшего автора будет очень сложно. Всего на конкурс поступило порядка 700 работ. Подписчики группы «Череповечка» ВКонтакте с помощью голосования выберут по три победителя в каждой из трёх возрастных категорий. До трёх лет включительно, четыре – пять лет и шесть – семь лет. Кроме того, своих победителей выберет и компетентное жюри конкурса. А также фаворитов назовут сотрудники редакции газеты «Голос Череповца». Голосование продлится до 30 апреля, а 4 мая будут объявлены победители. Торжественное награждение победителей пройдёт в середине мая, а дате организаторы сообщат дополнительно.